Андрей Лазарев Родился я много лет назад в городе Рига Ну и все было как у всех Детский сад Мама – каша-ложка Книжка – яркая обложка Буратино-карабас Ранит школа первый класс И уже когда Учился В школе Где-то во втором классе Возникло Желание учиться музыке Родители мои были Очень музыкальные Папа-мама И Это было мое желание Но не родителей Обычно в то время Было модно Отдавать детей В музыкальную школу Дети учились Радовались почему-то их родителям Вот Нет Со мной такого К счастью не произошло Это было мое собственное желание Ну Купили как-то инструмент А вот Ты сразу определился на клавиши Да, да Сразу Однозначно Это Рояль Вот И Начал учиться В музыкальной школе Последние два класса музыкальной школы Ну я учился уже в музыкальной школе Язапан Мэддене Было желание поиграть что-то другое Ну Не классику Там Где-то что-то услышал У кого-то Что-то понравилось И вот У нас там Значит Был такой Небольшой зальчик Где Стояло два рояля Друг против друга И мы с моим приятелем Значит Садились И Пытались что-то сыграть Там Рэктаймы Там Какие-то Там Еще что-то Там Или просто импровизацию Там Ну Рокенроллы тоже Которые естественно Не входили в обучение Ну да Не входили в обучение Вот И Как-то пытались что-то сделать Вот Ну и Сидели там Молотили Пока нас уборщица Вечером оттуда не выгоняла Вот А потом Закончив Музыкальную школу Я поступил На хор Дирижерский факультет Там же В Язве Мэдене Да Да Там же И Ну отучился я там Недолго Все-таки Несколько иная Музыка Ну пересилила Скажем так Хотя Классики Я до сих пор Неравнодушен Вот Это Безусловно Это великая вещь Вот На хородирижерском Отучился Недолго А там уже Ну Все как и у всех Армия В армии тоже я играл в ансамбле Был у нас ансамбль Вот Здесь мне повезло Как-то я заикнулся Что Я пианист О Значит и нам нужен Без музыки В армии не прошло А потом вернулся Вернулся с армии Это был 84-й год Ну и Конечно Как же Без музыки Собрался какой-то Коллектив Пытались что-то играть Ну кто-то менялся Кто-то приходил Кто-то Уходил Это было при каком-то клубе Да Это Сначала это был Клуб судоремонтного завода Там И практически все выходные Мы там сидели С утра до вечера Обычно в таких клубах Был не один коллектив Да Были еще ребята Тоже ансамбль Ну там постарше нас Ну играли они там Посолидненько Конечно Мы у них чему-то тоже научились А потом Время шло И Где-то Как-то там Что-то я услышал Про какой-то Рижский рок-клуб Рижский рок-клуб Сходил на несколько концертов Ну ходил не только на рок-клубовские концерты Какие-то группы сами делали концерты Вот я был тогда на концерте нашей группы Рижской пилигрим Это меня там взбудоражило просто До последней косточки Они на заводе Эвлар Да И там устраивали свои концерты Да Они устраивали там Свои концерты Это тоже впечатление произвело И Ну рук-клуб Рук-клуб И значит Ну надо туда как-то Попасть Что-ли Стал подбираться коллектив Ну мои бывшие коллеги Не все это Такую музыку воспринимали А то есть у тебя уже была какая-то концепция Да Концепция была Ну и побеседовав с людьми Оттуда с рок-клуба Ну конечно Восприятие Мировоззрения Поменялось В корне Вот Вспомнить Гену Соловьева После двухчасовой беседы С которым Я понял Что я Глубоко заблуждался За два часа Просто Все разрушил Все что можно было И Убедить он мог Это очень харизматичный человек Да И убедил Объяснил Просто ясно Четко Понятно И передо мной Открылась Немножко иная картина Если кто-то не помнит Это лидер Дубль пять Да К сожалению С нами его сейчас нет Рано ушел Да И Ну мы И сами пытались Как-то концерты там Организовывать Еще до того Как Вступили в рок-клуб Вот В нашем районе Саркандаугово Был такой ДК Драудзеба То есть Сами мы Снимали этот зал Все за свои деньги Конечно Искали аппаратуру И устраивали концерты Саркандаугово 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 С раннего утра И в течение дня Несвежими словечками Кормят меня Я запиваю чаем Достижения страны Глотаю с бутербродом Успех целины А подрастающий Национальный доход Питают как сырок Переполненный рот Я досыта наелся Я серьезно боюсь Что ища парамонцы И я подоплюсь Но я куплю себе Паралоновый мост Он питает Любой славесный понос Я куплю себе Паралоновый мост Он питает Любой Аппаратура Помнится Мы брали У ансамбля Краснознаменного Прибалтийского округа Звездочка Вот Как-то нелегально Его везли туда На чем Ну что попадется Там у них условие было Что обязательно В этот же вечер В эту же ночь Аппаратура должна По понятным причинам Обратно Очень насыщенная жизнь Да Сначала везем Потом выступаем Потом ночью отводим Нет Сначала везем Потом еще сами разгружаем Сами ставим И потом все делаем В обратном порядке И всегда возникал вопрос А на чем же обратно везти Вот И возили на всем Что попадалось На городском Пассажирском Икарусе На какой-то аварийке Ну Но было очень весело Ну тем более Молодость Синемного Да Молодость Синемного И Потом вступили В рок-клуб Состав Немножко поменялся Я познакомился С нашим Будущим вокалистом Димой Челышевым Очень талантливый человек Поэт Художник Художник тоже Да Очень хороший Вот музыкант Вот кстати Родители его Отдали учиться В музыкальную школу По По классу Рояля А ему это жутко Не нравилось Не совпало Да Его Его больше Тидго Гитаре Ну не мог Я вот Никак там Усидеть Там За этим Пианино Двигаться Хочется Да Вот Ну на сцене Он очень хорошо Двигался И Сделали Сделали мы Группу свою Карт-бланш Довольно Так неплохо Все это дело Пошло Состав Менялся Потом Нас начали Приглашать На фестивали Сначала Вообще Мне был Звонок От Небезызвестной Натальи Комаровой Комета Комета Да Ну я же не знал Там Кто такая Что там Чем человек Занимается Вот она нас Пригласила Там Под Москвой В одном местечке Мы На такой Небольшой Тусовочке Сыграли Это еще не Подольск Не Сырок Нет Это еще Не Сырок Сыграли Ей это все Дело Значит Понравилось И потом Она Решила Там Фестиваль Сделать Сырок Ну вот Надо сказать Что Само название Сырок Это К этому Приложил Руку Дима Челышев Это Была его идея Назвать Вот так Сырок И такой вот Вороненок Эмблема фестиваля С кусочком сыра Вот Это Его логотип И это Была Его идея Сόард Которые Корректор Я Я Я Дメ Я Я Я Я Я Я Я Я Я Также Мы Я Я Я Я Я Я Я Это даже ничего, это даже хорошо Солнце мне на себя, порога мне на сковорода Свободы мне на страна Потом мы еще там фестивали были В Нижнем Новгороде Да, в Нижнем Новгороде Опять в Москве еще один сырок В Новосибирске Да, в Новосибирске была незабываемая, конечно, поездка Почему? Ну, время такое было Собственно Мы еще если учтем, что Новосибирский андреграунд Очень сильно повлиял на российскую рок-музыку Без известных летов Да, там три дня фестиваля нон-стоп И все это без перерыва Крупс пока был Такой шквал музыки Ну, это здорово, конечно Но у Измайлова тоже было здорово Я до сих пор не понимаю Как такую вещь в то время Вообще можно было организовать Собрать вот всех этих ребят В то время Но, тем не менее, это получилось И это здорово Ну, хорошо После Новосибирска Что было дальше? В 90-м В 90-м, да? Наверное, году мы Репетировали Дело в том, что в 90-м году Нет, даже в 89-м У нас появилась база На ТЭЦ-2 в Риге Да, на ТЭЦ-2 Это большой зал на 500 мест Аппаратура была Ну, и местная В том числе и моя Которую я выкупил У комитета комсомола Альфы За свои деньги Вот И Где-то Да, в конце 90-го, пожалуй Когда мы делали общий проект С Мычом Дмитрием Челышевым Вот Карт-бланш Тоже Стал репетировать на этой базе Да, мы репетировали Две команды На одной точке Вот что Что я очень хорошо помню Ну ТЭЦ ТЭЦ-2 Теплоэлектроцентральное Это предприятие Дающее тепло городу Но там почему-то Всегда было жутко холодно Мерзли руки Постоянно Пили горячий чай Ой Все это вот так вот Вот это я четко помню Да, и специально обрезали рукавицы Чтобы только пальцы торчали Да, чтобы пальцы торчали А вода в стакане Взрывалась Да Минус пять было в зале Да Ну, тем не менее Репетировали Ну, недолго, наверное Да Да, потому что Случилась беда Всю аппаратуру нашу Вывезли грузовиком И никакая охрана Не помогла Да Печально Но это Было так Ну, и тогда вот С Сашей уже были знакомы И Ну, так Мы, скажем Были в разных лагерях Да В то время Ну, конечно Мы же крутые Там Панки Там Ну, что-то Ну, вот Надо Саше Должно Отдать Он через все эти годы Все-таки Вот Свое Это Пронес Не сдался Молодец Потом Еще Был такой проект Пионеры запаса Это уже А Может быть Даже чуть раньше Да Это Наверное Да, это было чуть раньше Вот меня Восемьдесят девятый даже Пожалуй Да, восемь Наверное Это когда у нас был Федяев Саша Да, играл Федяев Саша Ну, меня-то Собственно Ты пригласил Там был какой-то Отчетный концерт Надо было Просто спеть Ну, да Да Ну, я просто спел Довольно Забавно Получилось Вот Потом Мне подарили Да Эту Песню Знаменитую Которую И сейчас Играют Кач Там небезызвестную Остановись И почувствуй Кач Да Вот И потом Как-то я Выпал Из музыки Ну, начались Там эти все На девяностые Лихие девяностые Не было ни работы Ни денег И надо было Как-то думать Как выживать И Практически Я занимался Таким выживанием Где-то, конечно, играл Там Временами Вот Был же еще Наш с тобой Совместный проект Женева Ну, да Это Получается Двухтысячный год Даже 1999 Мы начали встречаться Да Это когда Моя жена Алла Иванова Ну, тогда еще Смирнова Показала свои песни Я показал вам Вам все понравилось И вот Такой вот Коллектив Организовался Вот Правда, мы так Нигде и не выступили Ну, зато записали альбом Да, зато записали альбом Я с удовольствием Его до сих пор слушаю Да И Ну, и в принципе Я бы даже не отказался Вживую Его реализовать Я бы тоже Правда Один из наших Самых Главных музыкантов Дмитрий Степанов Он живет во Франции И поэтому Приезжать может Только раз в год Ну, да Так что Проблемы есть Это сложно Это сложно Он играл на гитаре И сводил И мастерил Нашу музыку И Затем После всех этих Революций Перестроек И так далее Ну, как-то все уже Устаканилось И Стал где-то Почаще играть С одними музыкантами С другими Толстозадое солнце Тычет ногами в окно Говорящие головы Достали с экрана в ТВ Может все-таки Фарси Вместе языками полы Во мне просыпается Плоскоголовый чек Это Да И потом Ну, наверное, уже Надо и к шумилу в убору Перейти Постепенно У вас Был Концерт Когда вы По-моему С Сергеем Мы с Сергеем Первый раз выступили В 18-м году В мае Да А ты уже С нами Первый раз Сыграл в 19-м году Когда мы альбом Закончили И мы сначала Представили его В Энсполсе А потом еще ездили В Питер И в Нарву Вместе 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 с группой 13 друзей Норриса И ты уже играл До этого Я играл до этого Там уже А расскажи Вот об этой группе Ну, это такая Веселая музыка В общем-то Ну, просто веселая Хорошая музыка Там Кроме меня Из таких Наших Рижских Известных Еще, значит Олег Панько Тоже Из Рижского рок-клуба Да Тоже из Рижского рок-клуба Из группы Отклонения От А до этого Пластилин А до этого Пластилин Все Посвящается Тоже из Рижского рок-клуба Тоже из Рижского рок-клуба Закрой Закроет лист талантами Сотома Картина Мирознания Куно-квадро-сэ Зачем ты залезла Мощка Из Палитана Александра Зачем ты почистила Звездную пыль Закроет лист талантами Закроет лист талантами Александра Да, был совместный концерт В Нарве Такой хороший Я сыграл и там, и там А началось-то Все с чего Что в один из твоих Приездов в Ригу Там вот Саша остался Ночевать у меня Ну и, конечно Там, как водится Там Ночные разговоры На кухне Там У меня было печное Отопление Там И Так, возле печечки Это все Душевно Он меня Спросил Ну, может, ты там Как-то поможешь нам Там, поиграешь Ну, я так Ну, я отнесся к этому Ну, нормально отнесся Ну, как Любой бы отнесся Ну, да Ну, помочь Конечно, помогу Там Никаких вопросов нет Почему хорошему человеку Не помочь Сыграю Но, серьезно Я как-то об этом Еще не думал А потом Прошло какое-то время Мне звонок Саша звонит Ну, что Ты готов? Ну, все Раз сказал Значит, сказал И пришлось взяться Я начал разбирать Эти партии Начал потихоньку Втягиваться Во все это И мне становилось Все интереснее 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 И тут я понял Что это Ну, настолько Обширный Пласт музыки Сыграть его Полностью Это, наверное Жизни не хватит Меня это Очень заинтересовало Заинтриговало И потом пошло Поехало Вот Наша работа И сейчас мы в режиме Раз в месяц Андрей приезжает Чтобы репетировать С нами И в принципе Как бы Вот Домашние заготовки И один приезд в месяц Как бы Получается Мы двигаем вперед Уже второй альбом Да Это Ну, я считаю Это Современная музыка То, что мы играем И Это Такой широченный Пласт Мне Безумно интересно Ряд на воде Ветер украл Мое отражение Жизнь растений и рыб Там в глубине Ветер украл Ветер украл Все Что любила И рассматривать Вечером Зверяга Ветер украл Ряд На воде Нам всем интересно С тобой И вот Получается Такая Завязка Во время Репетиции И Концертов Когда Ну, вот реально Не знаю У меня душа улетает в рай Да, аналогично Ну Для меня Музыка Это Такое Большое Путешествие Большое Приключение Длиною в жизнь И Никогда Не знаешь Куда Тебя Заведет Дорожка С какими людьми Встретишься Это Музыка Это дорога Пожалуй Это Это Целое Приключение Бывает Так Что Не все Двери Открываются Но Вот В нашем Случа Открывается На все Двери Да Возможно Возможно И не все Двери Надо открывать Можно Не вернуться Можно Не вернуться А с другой Стороны Стучите И вам Откроют Ну Как бы История Рассказана История Рассказана Впереди Нас ждут Большие Приключения Да Надеюсь Будет еще Много Интересного Думаю Что Лучшие Песни Еще не Написаны И не Спеты Спасибо Андрей Спасибо Вам До Свидания Субтитры